У нас вместо ужасного конца ужас без конца. То есть мы можем проснуться и завтра будет черный вторник, условно говоря? Нет. У нас вместо ужасного конца ужас без конца. Такой сценарий. То есть мы просто становимся беднее каждый день. Другое дело, что мы это замечаем какими-то отрезками, отрывками. Мы стали жить хуже год к году. Мы стали жить хуже квартал к кварталу. Но вот такого, что мы завтра просыпаемся и завтра 150 рублей за доллар, такого не будет. То есть это кусочная линейная функция. Проблема-то в другом. Проблема в том, что достигаются некие пороговые значения. Почему? Есть целый ряд нобелевских работ по экономике, которые анализируют человеческую психологию в приложении к экономическому поведению. И вот главный такой феномен – это поддержание стабильности. То есть если у вас была зарплата, условно говоря, 100 единиц, а стало 95, вы все равно будете жить, как будто вы получаете 100. Вы не будете сразу, так сказать, реагировать изменением своих привычек и повадок. И получается, что люди вместо того, чтобы меньше тратить, начинают больше работать. То есть сначала люди взяли полторы ставки вместо ставки, потом стали еще таксовать, потом ушли на две ставки, потом две ставки, плюс тихонечко шить по ночам. И вот где-то начинают достигаться те границы, при которых люди уже не могут скомпенсировать снижение своего заработка увеличением количества человека часов работы. Ну либо элементарно, даже увеличивать человека часы, их некому продать. Вот здесь наступает этот обрыв, когда люди понимают, что они вынуждены изменить образ жизни. Вот это будет, но чем хорошо? Все-таки не больше зарабатывать, но меньше тратить. Да, но чем хорошо здесь? Это все частные трагедии. То есть это не ситуация, где, не знаю, там из 600 тысяч жителей Владивостока 60 тысяч проснулись утром и единовременно осознали, что, упс, мы стали беднее. Да, это ситуация, что кто-то это осознал в понедельник, кто-то во вторник, кто-то в среду, кто-то в четверг, кто-то еще два месяца продержится. Поэтому нет какой-то волны общественного неудовольства, нет какого-то озлобления, нет, в конце концов, электоральных последствий. Поэтому у нас такой вот кризис персонализированный, он к каждому приходит по графику.